К тому моменту, когда приехала полиция из Печерского райотдела, участки были уже перерегистрированы. Но все было зафиксировано. Поддельная доверенность, фальшивая доверенность, отсутствующий покупатель со стороны властника выступил человек с фальшивой доверенностью. Доверенность от доверителя. Эта доверенность была изначально фальшивая, и кроме того, был приложен фальшивый паспорт человека, который имеет законную доверенность. То есть там была полная фальсификация от начала до конца. Все эти материалы были изъяты, и все попало в материалы уголовного дела. Потом антирейдерская комиссия Минюста, рассмотрев это дело, пришла к выводу, что нарушений нет. При том, что это заняло у комиссии Минюста полгода. В Печерском райотделе через неделю после всех этих событий замерли всяческие движения. И до конца 2020 года не было ни допросов, ни изъятий, вообще ничего, полное бездействие. И эта ситуация, она изменилась, кардинально изменилась, после того, как сменилось руководство Министерства внутренних дел. И это дело вытянуло на себя ГСУ, Главное следственное управление. И вот в течение нескольких месяцев в этом деле произошли существенные сдвиги.